Всем привет! Продолжаем говорить про P2P. В прошлом видео мы разобрали про то, как вас могут обмануть на P2P через объявления, допустим, на Авито. А в этом видео хотела больше рассказать вам не про обман, а про то, как одна просто мельчайшая ошибка может лишить вас большую сумму денег. Итак, поехали! Это история из моего опыта, она реальная, но происходила не со мной, а с человеком, которого я тогда обучала по криптовалюте. И этому человеку было 14 лет. Он решил купить немного криптовалюты, воспользовавшись сервисом P2P обмена под названием LocalBitcoins. Тогда на LocalBitcoins нужна была регистрация, соответственно, он зарегистрировался под своими личными данными. Когда вышел на сделку, не прочитал условия продавца биткоина и отправил ему рубли, ровно столько, сколько было необходимо, но не со своей карты, потому что ему было всего 14, а с карты мамы. Но у человека на тот момент было в условиях прописано, чтобы данные вашей карты совпадали с данными, которые указаны у вас на LocalBitcoins, которые вы вносили при регистрации. Соответственно, продавцу поступают средства от пользователя с абсолютно другим именем. И он просто не отправляет криптовалюту, сообщив о том, что сделка выполнена не по условиям. На самом деле, такое бывает, случается до сих пор, когда на P2P тебе отправляют человек средства, и данные в сделке одни, а с карты тебе приходят средства от абсолютно другого человека. Но здесь очень важный момент. Если ты вышел на сделку с портовцом, как парень, которому было 14 лет, ты просто не сможешь доказать свою правоту, потому что у него были условия, которые тобой были не соблюдены, и он просто может закрыть сделку и будет прав. Конечно, это очень печально. Каждый может ошибиться, там, случайно отправить, просто не подумать. Если сумма большая, это еще и очень обидно. Вроде как человек, в принципе, может пойти навстречу, но не каждый, тем более, если вопрос больших денег. И тем более, если этот человек постоянно, периодически меняет на P2P, и у него просто везде должны совпадать данные, потому что помимо одного пользователя, ему приходят средства от второго, от третьего, от четвертого пользователя. Поэтому будьте аккуратнее, обязательно отправляйте на P2P рубли только с той карты, данные которой совпадают с данными при регистрации на той или иной площадке, на которой вы совершаете сделку. У меня на этом все. Всем пока и до встречи. ПОДПИШИСЬ!